Да, так День Победы мы еще никогда не отмечали. В этом юбилейном году вся страна вынуждена проводить его дома. Но введенные ограничения, кажется, только сплотили народ и были придуманы новые формы, как отметить священный праздник. Дома в городе украсили флагами и георгиевскими лентами. Выездные гидбригады артистов на современный лад давали концерты прямо во дворах домов, где живут ветераны. Бессмертный полк прошел в виртуальном режиме. И много чего еще интересного, но не массового, было в этот День Победы. А вот одна из давних традиций – общероссийская минута молчания. Во дворе одного из домов микрорайона Чкаловский, где проживают два ветерана, в акции приняли участие временно исполняющий полномочия главы городского округа Щелкова Андрей Булгаков и руководитель областной госжилы инспекции Ольга Федина. Сегодня в 19 часов во всей России эфиры основных теле- и радиоканалов прервутся для трансляции минуты молчания. В эту минуту страна вспомнила всех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился на заводах и фабриках под девизом «Все для фронта, все для победы». А сразу после скорбь сменяется радостью, и это новая общероссийская акция. Людям было предложено выйти на балконы или подойти к окнам с портретами своих родственников, участников войны или тружеников тыла, и всем вместе спеть песню «День Победы», ставшую символом праздника. «Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли, это день победы, пороха в пропах, это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах, день победы, день победы, день победы». Дорогие наши ветераны, вы наши герои, вы все сделали для страны, для города, для Подмосковья, для всех ваших соседей, для нас, и мы действительно вами гордимся. Я очень счастлив со всей нашей командой находиться в этом дворе перед вами, петь песни военных лет, главную песню победы, и низкий вам поклон. Спасибо вам большое за то, что вы дали возможность нам родиться и жить сегодня. Низкий вам поклон за то, что вы сделали тогда. С праздником вас, дорогие наши ветераны. Дай вам Бог здоровья крепко, прожить еще очень много лет в любви, заботе и верности, и не первый, и не последний раз еще отпраздновать этот праздник. И чтобы мы также еще спустя года приезжали к вам и поздравляли вас, и благодарили за то, что вы для нас тогда сделали. С праздником, уважаемые наши ветераны. Ура! Ура! Эти слова обращены ко всем ветеранам, но прежде всего к жителям дома. Петр Шалахаев день победы встретил в учебке, на фронт попасть не успел, но после выполнял секретные задания государства в период военных конфликтов в Китае, Корее, Венгрии, странах Африки. Галина Брокбельцова – женщина-легенда, единственная ныне живущая в мире, женщина-штурман-пикирующего бомбардировщика, совершившая в годы Великой Отечественной войны в составе авиаполка имени Марины Росковой на своем Пе-2 36 боевых вылетов. Руководитель муниципалитета с соблюдением всех мер социального дистанцирования пообщался с ветеранами, лично выразил слова поддержки и благодарности за ратный подвиг. А ансамбль русской песни «Распевы» подарил жителям дома еще несколько творческих муниров. Потому, потому, что мы пилоты, небо наш, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты, молодежь, одевушь и квасов. Первым делом, первым делом самолеты. Ирина Микеда, Игорь Коляков, Щелковское телевидение.